Всем добрый день! Сегодня будем с вами разбираться с классификацией преступлений по степени тяжести. Будем разбираться с оконченным и не оконченным преступлением. И будем разбираться с соучастием из группы лиц. Итак, давайте с вами начнем с классификации преступлений. Преступления классифицируются у нас по степени тяжести. Видов бывает четыре. Это небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Что такое преступление небольшой тяжести? Это те преступления, за которые предусмотрена ответственность не более двух лет лишения свободы. Что такое преступления средней тяжести? Это те преступления, за которые предусмотрена ответственность от двух до пяти лет лишения свободы. Тяжкие преступления – это те преступления, за которые предусмотрена ответственность от пяти до десяти лет лишения свободы. И особо тяжкие преступления – это те преступления, за которые предусмотрена ответственность от 10 лет лишения свободы до пожизненного лишения свободы. Либо это может быть у нас, например, смертная казнь в зависимости от стран, в которых есть подобного рода наказания. Существуют ли здесь варианты? Безусловно, существуют. Например, в Украине преступления небольшой тяжести, средней стяжести и тяжкие преступления, и особо тяжкие преступления, они могут классифицироваться не только от срока лишения свободы, но и, например, от штрафа, который предусмотрен на санкции той или иной статьи. Ну, вот, например, нетяжкими, то есть небольшой тяжестью считаются преступления, за которые предусмотрена ответственность в виде двух лет лишения свободы, либо до 3000 штрафов, до 3000 необлагаемых налогов минимум доходов граждан. Безусловно, в некоторых странах вот штраф как наказание за совершение уголовного преступления может, например, быть выражен либо в какой-то конкретной сумме, да, либо это может быть необлагаемый налогом минимум. А для тех, кто проживает в Украине, сразу говорю, что для уголовного права необлагаемый налогом минимум доходов граждан, это не 17 гривен, к которым мы привыкли, а это половина от минимальной заработной платы. Также, в общем-то, что вам необходимо понимать? Если вам нужна, скажем так, более конкретная градация, то, безусловно, вам необходимо познакомиться с уголовным законом страны на территории, в которой вы пребываете, да, и посмотреть, как в этой стране, да, по степени тяжести классифицируется преступление. Ну, общий принцип будет все равно тот, который я вам сегодня озвучила. Теперь давайте с вами перейдем к законченному и незаконченному преступлению. Что значит законченное преступление? Ну, законченное преступление – это когда человек, то есть конкретное лицо, выполнил все действия, которые он считал необходимым выполнить для того, чтобы совершить преступление, и у него получилось. Например, хотел кого-то убить, взял нож, пошел, убил человека, человек умер. Вот это будет считаться законченным преступлением. Незаконченные преступления у нас бывают в виде приготовления к совершению преступления и покушения непосредственные на совершение преступления. Что значит приготовление к совершению преступления? Ну, во-первых, это поиск средств, приспособлений и орудий совершения преступления. Это поиск тех лиц, которые будут соучастниками в совершении этого преступления. Это создание условий для совершения преступления. Например, человек имеет умысел на убийство другого человека. И вот он начинает, например, искать какой-то нож специальный или подыскивать какие-то еще средства для совершения этого преступления. Это может быть яд, пистолет, все что угодно. Начинает искать в себе сообщников. То есть совершает умышленные действия, которые создают ему условия для совершения этого преступления. Начинает, например, выслеживать график работы предполагаемой жертвы. Это будет приготовление к совершению преступления. Что значит покушение на совершение преступления? Покушение на совершение преступления – это когда лицо совершило все действия, которые он считал необходимыми совершить для достижения преступного результата, но у него по независимым от него причинам не получилось. Какой пример этому можно было бы привести? Например, хотел кого-то убить, нашел нож, выследил человека, достал нож, занес этот нож, например, над жертвой, человек оказался в сопротивлении, ничего не получилось. Вот, хотел убить, но не получилось по независимым от него причинам. Давайте еще какой-нибудь пример с вами рассмотрим. Например, хотел убить человека с помощью ножа, нанес два ножевых ранения, человек остался в служении. Вот это будет покушение на совершение преступления. То есть, выполнил все действия, которые считал необходимы выполнить для того, чтобы достичь преступного результата, но по независимому от человека причинам у него ничего не получилось. Вам нужно понимать, что за приготовление к совершению преступлений нетяжких и средней тяжести никакой ответственности не будет. Существует понятие добровольного отказа. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда человек либо готовился к совершению преступления, либо уже намеревался совершить покушение на преступление, но по своей собственной воле он от этого отказался. Например, был случай такой, кстати, в Крыму, в Симферополе. В прокуратуре работал некий прокурор, которому в течение пяти лет на прием ходил один и тот же дедушка, участник Великой Отечественной войны, которому нужна была помощь правоохранительных органов. Ну вот прокурор никаких действий, которые он должен был совершать, не совершил. Вот дедушка к нему ходил, 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 ходил. У дедушки накопилось. После этого дедушка взял, сделал бомбу и принес ее в кабинет к этому прокурору. Но в последний момент времени он передумал и в общем-то ушел. То есть отказался от совершения этого преступления по собственной воле. Но при этом дедушка будет нести ответственность за то, что где-то он взял этот весь пластит или динамит, соорудил вот это устройство. За это он будет нести ответственность. А за покушение на убийство или за приготовление на вот он не будет нести никакой ответственности. Дальше. Если мы с вами рассмотрим этот же случай, который происходил в действительности, то в действительности все закончилось тем, что дедушка пришел к этому прокурору и взорвал себя вместе с этим прокурором. Вот это будет считаться законченным преступлением. То есть лишил жизни этого человека. Ну и себя в общем-то тоже лишил жизни. Но вам нужно понимать, что лишение себя жизни, никаким уголовным преступлением не является это право человека. Давайте с вами теперь будем переходить к группе лиц и к соучастникам.